Доброе утро, Бокертов! Шавуатов! Хорошей недели! У нас новая недельная глава Торы. Называется она Теса. То, что мы читаем в книге Сефара Хенухны, написано, что у нас в этой главе есть четыре повеления и пять запретов. Сегодня разберем первое повеление. Когда будешь производить всеобщий подсчет, то соберешь с каждого человека по пол шекеля серебряного, не больше и не меньше. Первый раз, когда мы их собирали, эти шекели пошли на устройство шатра Откровения. И напишется, что сделали из них подножие колонн, из которых состоит храм. То есть у нас есть 48 так называемых балок. На каждую балку по два подножия серебряного. Итого у нас получается 96. И у нас есть четыре подножия для балок, которые держат завесу, отделяющую святилище от святых. Итого у нас сто подножий. Вот на это первый год израсходовались. В дальнейшем эти шекели должны быть использованы для того, чтобы приносить разные приношения. Животных покупали деньги для храма и покупали муку и все, что для этого нужно. Даже дрова и даже красную корову и все, что нужно для работы храма, приносили из этих шекелей. Богатый чек не больше дает. И бедный чек не меньше. И сколько у нас было подсчетов? Пишет Рабиш Лома Исхаки, что в первый год было два подсчета. Это был подсчет сразу после того, как Маше спустился третий раз, после емки Пура, после Днеискупления. Это был подсчет. И тогда первого Ниссана, когда мы воздвигли уже храм, был второй подсчет. Интересно, что два подсчета показывают одинаковое число людей. 603 тысячи 550. На это обращают внимание наши комментаторы. Ну, значит, это было какое-то чудо, предназначение. Но так это работает. Всего было четыре подсчета. Первый подсчет мы его не считали. Всевышний сказал, что у нас было около 600 тысяч пеших мужчин. Наши мудрецы говорят, было 599 тысяч 999. Всевышний сказал, я сам с вами спущусь в Египет. Вот с нами в это число около 600 вошел. Так пишется. А вот последний подсчет был после того, как мы были в Шитиме. Согрешились сильно. Опять были виновны в идлопоклонстве. Служили Бальпиору. Думали, что насмехаемся. Мы служили. И это был серьезный грех, потому что мы уже в это время были мудрецами. Мы учили Тору уже 40 лет. Изус самого Гарона, Маше, Иллиазара, Итамара, Надава, Вегу, Вегошу. Изус больших учителей мы учили Тору. Сам Всевышний с нами разговаривал на грехе Синай. И естественно, такие люди, которые 40 лет учили Тору, не могли себе позволить то, что мы сделали. Был тогда страшный мор, и потом был этот подсчет. Я надеюсь, что мы будем стараться больше так не поступать. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова Беннахума, моего дяди Владир Бен Григорий, Лев Бен Шмуэль, Хайамал Каббат Йосиф, Мир Аббат Авраган, Память Юрии Бен Харитон, Мендель Бен Мендель. За здоровье Светлана Баклара, Анна Бат Ривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мириам, Мейсей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Искак Шимон Бен Бейла Мириам, Бен Бэла Мотл, Евгений Бат Ита, За хороший дух Арон Ирия Бен Двойра, И за здоровье Арон Ирия Бен Двойра, И Денис Бен Нахум, За хорошее здоровье их, И спасибо, что он нашел работу Всевышнему. Всем всего самого наилучшего. Записывайтесь на мой канал, Ставьте лайки, Чтобы мы могли ТОР распространять Как можно шире в мире, Как можно больше доносить до людей Слова Всевышнего. Всем всего самого наилучшего. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok